Здравствуйте, уважаемые будущие участники экзаменов по географии. Мы рады вас приветствовать. Сегодняшний мастер-класс, который нацелен на то, чтобы показать вам, может быть, какие-то такие элементы, на которые нужно обратить внимание для успешной сдачи экзамена, представляет этот мастер-класс Татьяна Владимировна Вага, методист, старший преподаватель кафедры наук о земле и геотехнологии. И я, Надежда Борисовна Полевщикова, доцент кафедры наук о земле и геотехнологии. Петр Гу вас приветствует, желает вам успешной сдачи экзамена. И формат нашего занятия будет построен таким образом, что параллельно будет работа идти с вами и по тем типичным заданиям или ошибкам, на которые следует обратить внимание. Мы с вами приступаем. Прежде чем мы перейдем к выполнению заданий, разбору, может быть, каких-то моментов, которые необходимо учесть при выполнении экзамена, подскажите, пожалуйста, начали ли вы уже готовиться к ЕГЭ по географии? Вы уже представляете приблизительно, какие виды заданий будут. Но, тем не менее, на некоторые моменты мы с вами сейчас обратим внимание. Первое, прежде всего, то есть, о чем я вас и спросила, это подготовка к экзаменам. У нас еще, даже если вы еще не начали готовиться, и вы только осознаете эту возможность, что вам придется, или вы выбираете экзамен по географии в качестве ЕГЭ, то есть, еще есть время сконцентрироваться и учесть некоторые моменты. Это в качестве таких общих наставлений. Первое, да, то есть, прежде всего, подготовьте место для занятий. Вы можете это делать дома. Я знаю, что многие занимаются в школах с учителями. То есть, либо еще каким-то иным образом, там, в онлайне на специальных платформах и так далее. Следующий момент, да, то есть, составьте план подготовки. Это очень важно. И как раз следующая подсказка. То есть, здесь нужно выбрать, разбить материал на темы, чтобы себе представлять, насколько вы владеете содержанием той или иной темы. А если мы помним содержание курса географии, то в течение тех лет, которых вы изучали в школе, вы помните, мы обычно изучаем литосферу, да, то есть, большой блок и все вопросы, которые с ней связаны, гидросферу, атмосферу, биосферу. И, соответственно, разбейте материалы школьных курсов и в учебниках и изучайте их вот такими блоками. То есть, мы там сначала изучаем горы и равнину, общее представление, потом строение литосферы, потом особенности литосферы на территории России и там минеральные ресурсы. То есть, это единый блок, единый блок, которым вам будет удобно повторять материал. Далее. Следующий. Начните с того раздела, который вы знаете меньше всего или хуже всего. Там потому что материал будет необходимо повторять дольше, прежде всего, чтобы сформировались какие-то представления об этом материале и вы, опять же, понимали. Надеюсь, что к сегодняшнему дню, если вы осознанно выбрали материал по географии, вы уже представляете те разделы, которые представляют для вас трудность. И, соответственно, на них необходимо обратить большее внимание. Следующий момент. Опять же, полезно материал разделить на какие-то части и по этим частям составлять для себя такие схемы определенные. Представляя материал в виде схемы или рисунка. Это такой момент, который называется визуализация. И он вам поможет увидеть, например, те же пробелы, которые вы, может быть, еще очевидно не понимаете. Но когда вы начнете рисовать структуру, вы для себя можете в этой структуре поставить некоторый знак вопроса. Этот материал я еще не знаю. И к нему необходимо вернуться или еще раз повторить. Например, с учителем или попробовать решать эти задания, как я уже сказала, в онлайне. Тем более в онлайне довольно много программ, которыми можно воспользоваться для решения задач ЕГЭ. Дальше. Следующее. Старайтесь выполнять как можно больше заданий. Например, по определенным блокам. Даже если у вас это задание, вы уже видите, что это задание у вас хорошо получается, и вы уверенно на него отвечаете. Тем не менее, попробуйте еще раз, да, то есть отвечать. Там, возможно, какие-то нюансы, которые вы не сразу увидите. Но, тем не менее, да, то есть продолжайте выполнять и, может быть, сделать для себя какую-то норму на неделю, да, то есть или на день, когда вы занимаетесь, собственно говоря, ЕГЭ по географии. Прорешайте те или иные задания в таком-то объеме. Очень важно, да, то есть, потому что для организации, работанной уже на самом экзамене, необходимо понимать время и его разделение или распределение на выполнение заданий. Поэтому можно тренироваться с часами в руках и засекать, сколько времени у вас выходит на выполнение того или иного задания. Ну, сейчас, чуть попозже, мы как раз некоторые моменты эти учтем и посмотрим, да, то есть. Ну, а теперь, собственно, мы переходим к процедуре самого экзамена. Что там, какие моменты необходимо учесть. Уже готовка, да, то есть, опять же, договорились, да, то есть, что готовьтесь к экзамен и никогда не думайте о том, что вы не справитесь с заданием. То есть, сразу нужно себе сделать установку на то, что я уверен, я в течение года или большего времени занимался, и поэтому я выполню те задания, которые мне предложат. И еще раз, да, то есть, накануне экзамена быстренько пробежите по тем материалам. Может быть, выхватите у себя, там, опять же, в памяти, у чего-то я там, мне надо повторить. То есть, накануне экзамена, но не надо это делать долго, в течение всей ночи. Буквально вечером, перед сном, пролистайте, посмотрите и утром спокойно выходите на экзамен. Ну, а теперь, собственно, к процедуре экзамена. Что необходимо учесть на экзамене, когда вы уже придете на экзамен и получите бланки для работы. Первое, да, то есть, прежде всего, сконцентрируйтесь. Когда вы получаете бланк, вам необходимо сосредоточиться на тех заданиях, которые будут перед вами. Следующий момент, на который мы обращаемся, не бойтесь, что вам не хватит времени на выполнение заданий, или вы там много чего не решите. Поэтому пока, то есть, первые минуты, когда вы получаете бланк, это всегда, наверное, страшно. Но после этого, прежде всего, необходимо взять себя в руки и начать просматривать бланк заданий. Далее, здесь поговорка, да, то есть, торопись не спеша или торопись медленно. Торопись медленно, да, то есть, не надо пытаться сразу выполнить все задания, которые есть на бланке. Времени, которое отведено вам на экзамене, вполне достаточно, чтобы справиться с теми заданиями, которые вам будут предложены. То есть, это 34, по крайней мере, на сегодняшний день, 34 задания, с которыми вы, в принципе, я думаю, должны справиться. Следующий момент, на который мы сейчас как раз с вами обратим внимание и получим те материалы, которые нам необходимы. Первое правило. Начните с легкого задания. Надежда Борисовна, пожалуйста, раздайте варианты заданиями. Мы сейчас возьмем варианты. Кому-то неудобно, если там писать, можно за стол присесть. И мы с вами воспользуемся технологией, которая называется Insert. Знаем, что такое за технология Insert? Всем задания, да, то есть, необходимо раздать. То есть, перед вами лист заданий в ЕГЭ, просто немножко не в том формате, который вам предложат на экзамене, но, в принципе, все задания соответствуют тому или иному уровню. Мы отмечаем следующее. Себе вверху на листочке поставьте следующие знаки. Первое, да, то есть, знаком плюс мы отмечаем те вопросы, на которые вы точно, вот, просмотрев и бегло пробежавши по листочку, вы сможете на них ответить. Плюс. А восклицательным знаком мы отмечаем то, в чем вы абсолютно уверены, что вы ответите на эти вопросы. И знаком минус мы отмечаем те вопросы задания, на которые вы не готовы сразу дать ответ. Пожалуйста, вы можете напротив каждого номера вопроса проставить тот или иной знак. Спасибо. 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 Наши успехи. Спасибо. 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 18. Вот видите, да, то есть, что больше половины заданий вы можете выполнить, да, то есть, поэтому когда вы получаете вариант задания, обратите внимание сразу, попробуйте этот вариант прочитать и выбрать легкие вопросы, на которые вы ответите, и начинать работу с них, с этих вопросов. Далее, следующее, да, да, то есть, естественно, пропустите сначала трудные задания, оставьте их в сторонке, вы потом к ним вернетесь, сначала выполните легкие задания. Далее, теперь самое главное правило, будьте внимательны, когда читаете задания. Возьмите листочки свои, давайте мы начнем с первого, второго задания. Задание один. Они оба похожие, просто разные регионы. Вот город имеет географические координаты, у вас в листочках такие же задания, можно там смотреть. Город имеет географические координаты, 54 градуса, 4 минуты северной широты, 17 градусов, 58 минут восточной долготы. Определите, на территории какого государства расположен этот город. Вы готовы ответить на этот вопрос? Все правильно. Без карты это довольно сложно будет сделать, да? Надежда Борисовна, раздайте, пожалуйста, карты. Поэтому первое здесь как раз правило, то, что я хотела, о чем я хотела как раз сказать. Необходимо из пакета, который вам выдадут в обязательном порядке достать карту мира и карту России. Теперь, я думаю, вам это задание будет гораздо легче выполнить. Спасибо. 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 Задание номер один. Кто определил? Второй задание. Вот, мы вернемся к правилу, будьте внимательны. Давайте еще раз прочитаем задание. 54 градуса северной широты. Северной широты. 54 градуса. А сколько восточной долготы там указано? Девочки, вы готовы назвать страну? Ну, хотя бы приблизительно давайте попробуем. Правильно, это государство Польши. Молодцы. Значит, запомните, когда приходите на экзамен, и когда вы получаете пакет с заданиями, обязательно проверьте, чтобы там были две карты. Карта мира, она вам поможет выполнить многие задания. И карта России. Но задания по карте России мы не будем с вами выполнять, да? То есть, но необходимо как раз это иметь в виду. Далее. Следующий момент, да? То есть... О, Господи. Найдем задания 26, 27 и 28. Задания 26, 27 и 28. Чтобы выполнить это задание, нам что необходимо? Вам необходима линейка еще. Транспортир. И отчасти. Ну, или в меньшей степени там нужен этот прибор, который называется... Калькулятор. В этом задании он нужен в меньшей степени. Здесь несложные вычисления. Есть задания, где очень сложные вычисления, их много. И там калькулятор понадобится в обязательном порядке. Поэтому, когда идете на экзамен, помните об этом. У вас должны быть с собой линейка, транспортир и калькулятор. Причем калькулятор самый обычный, а не тот, который в телефоне. Тот калькулятор, который у вас в телефоне, вам им не разрешат воспользоваться. Поэтому ищите, подбирайте калькуляторы самые простые, где необходимо сделать незначительные операции, несложные. Далее. Тут и само задание. Следующий момент, на который мы обращаем с вами внимание. Следующий момент, на который мы с вами обращаем внимание, это на формулировку задания. На формулировке заданий. Открываем, соответственно. Так, открываем. Следующий, да? То есть, вот читайте задание до конца. Читайте задание до конца. И перед тем, как вписать ответ, убедитесь, что вы правильно прочитали задание и то, что от вас требуется. Сейчас мы рассмотрим. Мы с вами возьмем задание, вот, примеры из 5, 6, 7, которые у вас в номерах, у нас там фигурируют, на ваших листочках. Прочитайте, пожалуйста, задание под названием 5, под номером 5. На вашем листочке, да. Расположите города в порядке увеличения средней температуры. Поэтому, когда читаете задание, необходимо это слово подчеркнуть. В каком порядке вам необходимо разместить те или иные показатели. В порядке увеличения. Нет, да, это один из вариантов, да. То есть, слово подчеркните. И когда записываете ответ в листочек, обязательно обратите внимание на ключевое слово. Сейчас я найду как раз это. Да, то есть, в порядке увеличения. Но мы с вами задание сочетаем. Следующее задание, тоже похожее. Там немножко другая последовательность. Вот, прочитайте у вас задание, да. То есть, расположите перечисленные части мирового океана с запада на восток. То же самое. Вот, чтобы правильно выполнить это задание и верно выполнить это задание, подчеркните, в каком направлении вам нужно перечислять объекты. С запада на восток, с востока на запад, с севера на юг или с юга на север. Тем более, у вас имеется карта, я думаю, что с этим заданием вы тоже довольно легко справитесь. Оно у вас не вызовет затруднений. Единственный момент, который, естественно, необходимо учесть, о том, что, да, то есть, если не все объекты подписаны, то необходимо знать, где они находятся. И за тот промежуток времени, который остался до экзамена, кое-какие объекты можно повторить и выучить. Далее. Следующее, да, то есть, задание 16. Давайте мы откроем и найдем задание 16. Я просто здесь час задания у вас, ну, да, то есть, если мы читаем формулировку задания, какие из следующих выводов о изменении объемов добычи полезных ископаемых, сделанные на основе анализа данных определенной ниже таблицы, верны. Запишите цифры, под которыми они указаны. И мы видим название региона, даты или года, то есть, и насколько изменился объем добычи полезных ископаемых. Обратите внимание на словосочетание в скобках. В процентах к предыдущему году. То есть, мы теперь смотрим, если Самарская область в 2009 году по сравнению с 2008 годом объем добычи полезных ископаемых вырос на что 7,7%. То у них увеличилась добыча или уменьшилась? Кто готов ответить? Самарская область. Увеличилась добыча. Не-не, смотрим, 2008 и 2009 пока сравниваем. Увеличилась. А если мы сравним 2010 и 2011? Давайте объяснять, почему уменьшилась? Сейчас, подождите минуточку, да я вас, конечно... Почему уменьшилась? Что уменьшилась? Пожалуйста. Нет, а если мы сравним 2010 и 2011? Все правильно. Если цифра... В данном случае у нас приведены в процентах по отношению к показателям предыдущего года. то есть если вы добыли или произвели или что-то еще там сделали, то есть больше, чем 100% то произошло увеличение. То есть смотрите, в 2008 году они произвели чего-нибудь там 8, да? А в следующем году на 100, на 100, допустим, 3% больше, чем 8. То у них увеличилась выработка или уменьшилась? Еще раз, да? То есть если мы видим цифру более 100%, а это у нас сразу обратило внимание в процентах к предыдущему году. Если произвели больше, чем 100%, там 101%, 102%, то это значит произошло увеличение. Да. Какие цифры у вас были в соседних? Если больше 100%, то это увеличение происходит. Вот посмотрите, пожалуйста, где происходило уменьшение выработки? На этой таблице. Таблица перед вами. Какие есть варианты? Когда именно? В 2009 году. То есть в 2009 году уменьшилась, да? То есть выработка по сравнению с 2008, потому что мы видим цифру менее 100%. Очень просто. Здесь нужно быть очень внимательным, да? То есть особенно на те выражения, посмотрите, как там описано условия дальнейшего этого задания. Сейчас переключу. Вот. Объемы добычи полезных ископаемых в Санбарской области ежегодно увеличились в период, увеличивались в период с 2008 по 2011. Что вы видите в своей таблице? Да. То есть мы видим... Я вернусь к таблице, да? Мы видим 104, 107, 105 и 103. Всегда, каждый год больше, чем 100% в предыдущем году, да? То есть производили. Понимаете, то есть главный пункт в том, что 5,7, да? 103, да? И тогда меньше, чем 100%, но если больше 100%, это деменция ископаемых. Понятно, да? Вот единственное исключение это камчатская область. в 2008 и 2009, где цифры меньше 100%. Да, то есть вот мы сейчас сразу, да? То есть, допустим, объемы добычи полезных ископаемых в Камчатском крае ежегодно увеличились в период с 2008 по 2011. Что мы видим? Это верное утверждение? Неверное, потому что в 2009 произвели меньше, чем в 2008. Вот если, вот, соответственно, вы можете потом забрать эти экземпляры с собой заданий, поставьте, если вам трудно и вы не понимаете, поставьте для себя такой большой знак вопроса. Убедительная просьба, да? Можете потом подойти после мастер-класса, я вам еще раз объясню. Далее. Следующее задание. Задание 24 и задание 25. Они похожие. Мы с вами на примере 24-го задания рассмотрим. Определите страну по ее краткому описанию. А в 25-м определите регион России. То есть, когда мы решаем подобную задачу, мы пытаемся делить содержание задачи на некоторые блоки, по которым вам будет легко потом определить страну. Значит, если мы... Плюс у вас имеется карта. Давайте будем... Эта страна относится к числу крупнейших стран по площади территории, но не входит в число крупных стран по численности населения. Мы сразу вспоминаем, какие мы знаем самые крупные страны по площади. Дальше. Канада. Россия. Канада. Китай еще имеется. Да, там Австралия. То есть, вот мы определили несколько стран. Дальше. Но она не является самой... Ну, то есть, не входит в число крупных стран по численности населения. Поэтому какую страну мы сразу зачеркнем? Китай сразу зачеркиваем. Далее. Ее территория пересекается с северным полярным кругом. Посмотрели. Нашли северный полярный круг. У нас какие остались страны, которые пересекаются с северным полярным? Канада, США, Россия. Ну и дальше... Плотность населения низкая. На мировой рынок поставляет продукцию машиностроения. Лесной, целелозобумажной промышленности и цветной металлургии. Нефть и газ. Является одним из крупнейших мировых поставщиков сельскохозяйственной продукции. Что это за страна? Ничего подобного. Да. Это Канада. То есть, методом исключения мы идем потихонечку убирая лишние страны, которые мы вспомнили. Методом исключения. Да. Я с вами, девочки, здесь согласна. И молодой человек с вами, что по описанию очень похоже на Россию. И, возможно, те, кто будут составлять задания, они этот момент учтут и внесут какую-то специфическую черту, характерную именно для Канады. Далее. В 25-м задании советую обратить внимание на то, что написано внизу. Там, может быть, когда вы определяете регион, там указана это область или республика, так как у нас есть разные единицы административно-территориального отделения. Смотрите, на западе граница совпадает с государственной границей России. На западе. Далее. Здесь таким же образом мы решаем задачу. Главные природные богатства горнохимическое и металлургическое сырье. Основу энергетики составляет крупная АЭС. То есть мы сразу видим, у нас две области. Пограничные на западе имеют атомные электростанции. Далее. Сразу мы читаем агроклиматические ресурсы не способствуют развитию земледелия. Это скорее всего где? На севере. Если у нас две области имеют атомную электростанцию, да, Ленинградская и Мурманская, то остается только Мурманская. Вот эти задачи решаем всегда методом исключения. И это одно из главных правил, когда у вас есть даже перечень ответов, исключите самые невероятные сразу. То, что не подходит. И потом пытайтесь уже из того, что есть, либо вспомнить правильный ответ, либо по каким-то подсказкам воспользоваться и его выставить. Самое главное, обратите внимание на нижнюю часть республика, область. Это вам тоже в какой-то степени подсказка. Если вы сомневаетесь в том регионе, который вы как бы смотрели. Далее. Ну, задание 26-27 мы посмотрели. здесь самое главное, какая ошибка, да, то есть часто, когда вы заполняете форму, да, то есть здесь необходимо профиль нарисовать. Когда вы заполняете форму, очень часто многие не указывают объект, который необходимо отметить на карте. В вашем задании что необходимо нанести на профиль? Буква икс отметить. Да. Где там само задание? Вот, да, то есть укажите на профиль положение левого берега реки. Вот это, на это обязательно необходимо обратить внимание. И сделать отметку, чтобы ваш ответ был засчитан достаточно хорошо. И когда мы рисуем профиль, то мы помним, что это самый обычный график. И поэтому график мы рисуем как обычно в математике. Не не додумывая какие-то варианты, которые вам как кажется изображены на этой карте. Далее. Задание 30. То же самое, то есть вот эти задания, здесь мы обращаем опять же внимание, для обоснования вашего ответа приведите два довода. Два довода. То есть вам нужно привести очень четкие аргументы, которые на основании чего вы пришли к ответу. Сейчас я вам переключу. То есть пожалуйста, как вы думаете, какой это тип климата? Если на комнате плохо видно, здесь можно посмотреть диаграмму на презентации. Когда мы рассматриваем, разные задания с диаграммами встречаются, здесь что нам необходимо уметь читать диаграмму. что изображено на диаграмме с синими столбиками? Осадки с синими столбиками, а красная линия температура внизу указаны без тяп. И вот что мы видим на этой диаграмме? Мы видим месяц июль, и что мы видим, температура, какая температура в июле? Можно платить сколько градусов в июле? Где-то 20 градусов, при этом июль является самым холодным месяцем года. Это где такое возможно? Или в каком случае такое возможно, когда июль самый холодный месяц года? Какие варианты? Когда возможно, чтобы в июле было холоднее, чем в июле? Где такое возможно? Подскажите. Хорошо вам. В качестве подсказки это возможно только к югу от экватора или в южном полушарии. Соответственно, если мы видим в июле низкие температуры, ниже, чем в январе, то мы отправляемся сразу в южное полушарие. Когда больше всего выпадает осадков? По диаграмме мы смотрим. В январе и декабрь. Это какой сезон года для южного полушария? Лето. В каком климате больше всего выпадает осадков летом? Еще посмотрите, какие температуры высокие? Какой климат? Громче не слышал? Это субкваториальный климат. То есть у вас в ответе должно быть климат субкваториальный и следующие обязательно два довода. Не пишите лишнего в ответе. Подумайте именно конкретно над этими доводами. что мы видим, что климат субкваториальный, потому что много осадков выпадает летом. Их вообще много выпадает осадков. Вот мы видим 1799 миллиметров. Осадки выпадают летом, температуры не опускаются ниже 20 градусов и не очень сильно колеблются. То есть вот это основные доводы, которые может учесть комиссия, которая проверяет ваше задание. Итак, когда мы анализируем каждую диаграмму, мы находим вот эти описания, которые помогут вам ответить правильно. Далее. Следующее задание. Здесь ряд 31 задания. Ряд заданий для работы с таблицами, где очень много статистических материалов или статистических данных. Мы сейчас ее откроем, да, то есть это задание. Вот, например, задание 31. Вам необходимо что определить с заданием? Можно открыть, оно у вас такое же точно. Доказать, в какой из стран промышленность играет большую роль. Какие будем доводы приводить? Ну, я думаю, один довод явно очевидно виден, да? Что? Сколько? Нет, мы видим, что в структуре внутреннего овалового продукта промышленность занимает определенные доли. Сколько составляет в Анголе доля промышленности? что у вас табличка там такая же может обслужить? 66%, а в Бангладеш 20%, поэтому, скорее всего, промышленность будет играть большую роль в Анголе. Но нам нужно еще до подтверждения этому же факту, поэтому дальше смотрим уже на население. что мы видим в населении? Долю городского населения. Сколько составляет доля городского населения в Анголе? Ну, даже можно сказать сразу не сильно рассчитывая. Что мы видим там? Приблизительно 50%, да? То есть, а в Бангладеш соответственно, мы приводим следующий довод, что в Анголе практически больше 50% населения является городским и, соответственно, занято промышленность. Да? То есть, вот мы внимательно анализируем те цифры, которые имеются в таблице. Вывод, да. То есть, ваш ответ должен звучать следующим образом, что промышленность играет большую роль в Анголе, потому что 66% ВВП составляет промышленность и более 50% населения является городским, то есть, занято в промышленности. Вот, что типичные как раз ошибки для задания 31, да, то есть, отсутствовать вычисления, их не видно, нужно записать вычисления, когда вы долю считаете население, укажите, пожалуйста, в своих вычислениях. здесь в промышленности, да, то есть, нужно обязательно, обращая внимание, указать два показателя в структуре ВВП и в городском населении, да, то есть, и отсутствует вывод. Вот это самое задание, только в голосе. Да. Далее. Следующее, да, то есть, задание 32. Эти, вот сейчас он идет, у нас немножко различаются просто задания, но эти задания требуют вычислений, требуют вычислений. Поэтому один из доводов в этих задачах, что в вашей задаче, которая у вас там предложена, то есть, что в этом задании необходимо вычисления. Здесь мы всегда ориентируемся на солнечное время, да, то есть, и определяем так называемые полудины мериля. ну, у вас там просто немножко иной вариант задания, да, то есть, но наша задача определить высший солнце, выше всего находится в какое время дня, выше всего на длине горизонта, в полдень, все правильно, полдень, это сколько по времени считается условно? 12 часов, если мы видим задание 7 часов по солнечному времени, да, то есть, то, соответственно, до полдня сколько времени не хватает? Сколько не хватает времени до полдня? 5 часов, а мы очень хорошо здесь некоторые вещи, мы должны помнить, что за один час Земля поворачивается на какое расстояние? На 15 градусов, соответственно, вот эту разницу во времени мы умножаем на 15 градусов, и мы находим меридиан, от которого полдень, то есть, там, где Солнце находится выше всего, и дальше мы уже подбираем подходящую точку, что из этого к нам подойдет, то есть, у нас было 7 часов, 12 минус 7, 5, 5 мы умножим на 15, сколько получим? 5 на 15? 75, какая точка ближе всего к 75 градусу? Все правильно, точка С, да, то есть, соответственно, ваш ответ будет точка С, опять же, вы свой ответ так и записываете, точка С, что, она ближе всего к полуденному меридиану, и вы приводите свои математические расчеты, доказывая это, тем самым, что вы понимаете, что такое полуденный меридиан. ну, у вас разные задания, разные просто немножко, задания, у вас там такой же вариант, ну, в смысле, да, теперь задания 33 и 34 мы откроем с вами. Вам приведена таблица с показателями по динамике численности населения, и с этой численностью населения необходимо привести сложные расчеты. Вот здесь вам точно понадобится калькулятор в обязательном порядке, и поэтому не забываем об этом, когда мы приходим на экзамен. У вас данные есть такие же, поэтому я просто пропущу у себя это задание. То есть обратите внимание на формулировку задания 33. Используя данные таблицы, можно там у себя читать, определите показатель естественного прироста населения в промилле. Промилле это что за единица измерения? Если процент это одна сотая, то промилле это одна тысячная. И поэтому если мы делаем какие-то расчеты, то мы имеем в виду, что у нас есть число тысяч, а мы там либо делим, либо умножаем в зависимости от того, что нам необходимо с этими расчетами привести. То есть в промилле. И вам обратите внимание, вам указана подсказка, как ваш ответ должен быть оформлен. В промилле. То есть дальше обратите внимание на следующую подсказку в этом задании. При расчетах используйте показатель средней годовой численности населения. В ваших таблицах мы нашли средней годовой численности населения. Нам нужны показатели за 14-й год. Можно обвести этот показатель. За 14-й год. И нам нужно будет какой еще показатель за 14-й год? Естественный прирост. И далее мы рассчитываем по формуле. Естественный прирост мы делим на среднегодовую численность населения и умножаем на 1000. Естественный прирост разделить на среднегодовую численность населения умножить на 1000. Мы получаем какую-то цифру. Цифра уже у нас с вами будет в промилле. Еще раз подсказываю, промилле записывается таким образом. Вам необходимо записать решение задачи. Внимательно мы читаем, записать решение задачи. И самое главное, внизу смотрим. то есть как раз то, что касается внимательно читайте задание. Полученный результат округлите до 10 долей. Если у вас получается после деления число с большим количеством цифр после запятой, ваша задача только округлить до 10. Если у вас получается отрицательное число, у вас какой будет показатель? Отрицательное или положительное? Посмотрите, пожалуйста, в таблицу сразу. Отрицательный. И поэтому мы записываем обязательно в формуле, то есть минус и сколько у нас получается при делении, то есть при расчете по этой формуле. И задание 34. Внимательно опять же смотрим, то есть на численность населения заметное влияние оказывает естественное движение иммиграции. Проанализируйте данные таблицы и определите величину миграционного прироста или убыли населения в Республике Карелия за 2014 год. Запишите решение задачи. Что нам необходимо сделать, чтобы правильно записать решение задачи? Задача решается в два действия. Поэтому сначала первое действие мы какое делаем? Первое действие. Почему мы именно эти цифры берем? Все правильно, но почему мы именно их берем? в условии задачи что мы видим? То есть мы смотрим в первую ячейку таблицы численность постоянного населения на 1 января 2015 года. Мы еще не прожили 2015 год, но 2014 мы уже прожили. И поэтому как раз мы берем правильно данные на 1 января за 2015 год и вычитаем данные на 1 января за 2014 год мы получаем разницу насколько изменилось население за это время. Далее мы что еще делаем? Следующее задание все правильно от того что у нас получилось мы отнимаем естественный прирост но здесь мы обращаем внимание на следующий момент что естественный прирост у нас отрицательный да но мы следующее второе действие мы записываем то число которое у нас с вами получилось X минус и далее в скобках как мы на математике записываем минус 1429 еще раз минус в итоге в зависимости от того какая первая цифра у нас получилась у нас может получиться либо отрицательный результат либо положительный результат обращайте внимание здесь на математические знаки и на математические вычисления самое главное здесь правильно воспользоваться именно вашими математическими знаниями чтобы не допустить ошибку в расчетах в этой задаче потому что здесь все знаки которые встречаются в этом задании они играют существенную роль в ответе те нюансы которые мы рассказали надеюсь что вам вы для себя сделали какие-то выводы когда анализировали задачи возможно увидели еще какие-то трудности которыми вам придется еще поработать но в оставшееся время я думаю что вы с этим справитесь спасибо